Китайские читатели в ответ на решение ВАДА, русских окружают и подавляют. И на СМИ, Россия. 11 декабря 2019 года. Вчера Всемирное антидопинговое агентство, ВАДА, отстранило Россию на 4 года от участия в международных соревнованиях, запретив также проводить у себя международные турниры. Кроме того, теперь российского флага гимна не будет на таких спортивных мероприятиях, как Олимпиада в Токио в 2020 году и Чемпионат мира по футболу в Катаре в 2022 году. При этом спортсмены, которые смогут доказать свою непричастность к допинговому скандалу, получат право выступать под нейтральным флагом. Реакция китайских читателей и пользователей социальных сетей на эту новость не заставила себя ждать. Комментарии читателей Тэпапер, яркий солнечный свет, подобные действия из полкома Всемирного антидопингового агентства заставляют меня очень сомневаться в его беспристрастности. Они точно преследуют какую-то политическую цель. Большое подчеркивание звездное подчеркивание неба в ответ яркому солнечному свету. В США и Европе очень много спортсменов, которые под предлогом недомогания прибегают к допингу, однако потом спокойно участвуют в соревнованиях. Это тоже неопровержимые факты. Природные подчеркивания и единые подчеркивания звук. Путин сказал, мы всегда хотели освободить спорт от политики, но, как вы знаете, это невозможно. Джейсон, в мире неосознанно произошли значительные изменения. Изначальный метод черного ящика сорвал маску лицемерия с США, явив зрителю закулисное дело. Все более наглядно демонстрируется тот факт, что международный порядок после Второй мировой войны, возглавляемый Соединенными Штатами, постепенно рушится. Закулисный генерал, это все эти Соединенные Штаты. Маленький мальчик, в какой стране была открыта эта организация? Сиаглоры, очень жестоко. Но ведь так, разве это весело? В будущем тогда вообще никто не будет участвовать. Лайцзы управляет недеянием, самый недобросовестный народ. Увэй, это решение хорошее. Хулиганы должны быть наказаны. Фуриус, если Россия не участвует, то мир не идеален. Сначала лета льет дождь, какие для этого основания? Все спортсмены отстранены. Это несправедливо. По ИЮ 56, об этом лучше не говорить. Хранить молчание, тогда обойдется. Бродячий самурай, могу ли я сначала попросить США оплатить членский взнос в ООН, а потом уже говорить об этом всем? Мэй-мэй-мэй. Всемирная антидопинговая организация. Вы серьезно нарушаете дух Олимпийских игр, возрожденных бароном Кубертеном, используя неприкрытые средства гегемонистического аппарата. Комментарии читателей Гуанча. Маленький черный человек, глупо и плохо говорить, что спорт не имеет ничего общего с политикой. Запад вывел методы давления на самую поверхность, поэтому некоторые люди внутри Китая все еще хотят позаботиться о китайских спортсменах. Одинокий крик, поэтому Китаю следует сделать все возможное, чтобы завоевать авторитет в крупных многонациональных организациях. Если вы не используете западные страны, то как раз нужно начать использовать. Мясные элье-пешки. У каждого бывает неблагоприятное время. Например, европейские и американские спортсмены все страдают астмой. Николай, Великобритания, США, Австралия, в каждой из трех стран в случае выборочных проверок на допинг среди половины спортсменов окажется гораздо больше наркоманов, чем среди всех спортсменов России. Гуан подчеркивание 15662195741286, как раз вспомнил о деле Суньяна, китайский пловец. Эта организация тогда тоже с ним разделалась. Село, да ладно, на западе ничего не чисто. Сейчас там используются самые передовые технологии, с помощью которых синтезируются самые крутые и неотслеживаемые лекарственные препараты. Они могут максимально быстро метаболизироваться и выйти из организма. У кого же самые передовые разработки? Конечно, у американского империализма. Среди американских чемпионов по легкой атлетике более 50% принимают лекарства. Безразличный, все знают, что среди стран-лидеров, уличенных в допинге, во главе списка стоят некоторые западные державы. Но они все-таки толстокожие и играют роль белых и пушистых. Китай тоже является одной из стран, от которой они пытаются избавиться. Спорт становится все более и более политическим. Жуиц и Сиоджи, бедный Дамэ, китайский спортсмен. В списке команды на пекинских зимних олимпийских играх даже не видно его имени. Осмотрительно они делают ничего хорошего в ответ маленькому черному человеку. Это чистой воды политика. Исключили Россию и втоптали ее в грязь. Китаю и России, этим двум странам, очень тяжело выживать. Если посмотреть на политику США, то они сначала заблокировали Россию со всех сторон, выжидая, когда она лопнет изнутри, а затем обрушили точный удар на Китай. В отношении России методы США очень умелые, к тому они уже поставили на ноги очень масштабную оппозицию. Наступая на Россию все более уверенно, теперь еще приплели НАТО и развернули широкое знамя антироссийской борьбы. Я боюсь, что после ухода Путина российская политическая ситуация ухудшится. Если американский империализм будет впадать в крайности, вероятно, они вообще захотят убить Путина. Гуан подчеркивание 1 5 6 6 2 1 9 5 7 4 1 2 8 6, как может быть недостаток политических факторов в этом деле. Страна только в прошлом году организовывала чемпионат мира, а в следующем чемпионате уже не разрешается участвовать. Разве нет церемонии передачи эстафеты на соревнованиях? Лю Цин Цин, я думаю, что Россия для того, чтобы защитить своих лучших спортсменов от преднамеренных действий, не поедет на Олимпийские игры в следующем году. Жуи, нет сомнений в том, что в этом вопросе есть политические факторы, но понимание России этих факторов также является важным аспектом. Теми, кто позволил всему этому делу выплыть наружу, были российские сотрудники, проводившие антидопинговый тест, к тому же, они не единственные предатели. На этот раз в голосовании участвуют 12 исполнительных членов ВАДА. Маловероятно, что они будут подкуплены Соединенными Штатами. Если бы Соединенные Штаты действительно имели такой большой контроль над ВАДА, Ян Ян не был бы избран следующим вице-председателем. По крайней мере, представленные доказательства относительно сильные могут убедить сомневающихся. Что касается использования американцами допингов, это, безусловно, возможно, но как минимум вы не сможете получить доказательства мошенничества от правительства. Одним словом, теперь международный спортивный мир смещен в сторону Запада, а общественность также на стороне Запада, иначе спортсмены не смогут играть. Если они будут участвовать, им придется выдерживать более невыгодные условия, чем у западных команд. Короче говоря, китайцы обязательно должны выступать чище, чем остальные. А если мы будем надеяться вместе обмануть Запад и покажем, что мы не лучше, то в результате конец будет как у России. Комментарии читателей Хуань Цушибая, 21СВМР Не участвуйте в международном спорте, контролируемом американскими и британскими политиками, или вас все равно исключат. Некоторые международные спортивные учреждения теперь являются политическими инструментами для подавления других стран. ЦФХ ТХР Лучше найдите другой путь, чем бороться в этом направлении. Облако. Наказание может быть направлено только на отдельных лиц, а не распространяться на всю страну. Такое наказание – это просто уничтожение всего клана за преступления. Личный допинг политизируется, поддерживая обжалование этого решения Россией. С.Минец Восточно-Китайская М.Морья В нашем мире нельзя позволять Соединенным Штатам быть главными, все люди мира должны выступить против американского зла. Люди всего мира должны противостоять порочному злу Соединенных Штатов. Нахальство США и их давление на Россию, нападки на российских спортсменов. Гнусность США достигла предельной точки. ЦХ СФ-1022 – наказание всей страны является конкретным проявлением политического влияния на спорт. Что Россия, что Суньян, Россия и Китай каждый раз вынуждены отойти назад. Если мы в знак протеста откажемся от спонсирования крупных спортивных мероприятий, таких как Олимпийские игры, какое влияние это окажет на спортивные события с таким огромным потоком денежных средств из Китая? Очарован в душе, вот уж насмешили, неприкрытый акцент на отдельной стране. Первый раз слышу, чтобы всю страну наказали из-за допинга. Реакция китайских соцсетей – трава на Луне, так что в мире действительно не бывает тесных мероприятий по обмену чем-либо, не связанных с политикой. Ларамо в ответ траве на Луне – раньше я этого не понимала, думала, что Россия сама не способна играть чисто. После инцидента с Суньяном я осознала, что ВАДА – это западная чушь, направленная против России. Эль-Лиу в ответ траве на Луне – я думаю, что наша страна тоже может столкнуться с чем-то подобным в будущем. Лига справедливости – Россия может сказать, отстраняете нас или нет, нам без разницы. В любом случае, ядерная кнопка у нас с собой, и этого не изменить. Инла и Хьюко – русские действительно поедут домой. Какое-то кривое участие, каждый должен проходить антидопинговый тест, и в итоге это все превратилось в международный конкурс на прочность. Неважно, какие профессиональные навыки у спортсмена, все равно биохимия будет проверять, использует ли он какие-то допинги, а комитеты придумывают новые средства для их обнаружения. В конечном итоге, это все превращается в политическую игру, в которой власть имущие твердят, что в соответствии с правилами можно принимать лекарства, а потом ставят ловушки спортсменам других стран. Квадратная красная рыбешка – спорт никогда не был честным. Питье единорога – факты доказывают, что мы живем в политическом обществе, и ты можешь только укрыться, но не сбежать от него. Более того, некоторые страны запускают политические щупальца в дело других стран. Соединительная опора – Китай, Россия и Северная Корея – братья, вместе бойкотируют Олимпийские игры. Вперед! Ниндзо-фу! Неужели всю страну отстранили от соревнований? Бестыжая кошка очень упорна. Это все происки американцев. Это решение очень несправедливое для спортсменов, у участвующих чемпионов не будет соответствующего соревновательного духа. Может, еще убивать их будем за допинг? Сын Маря продает жареные утиные яйца. Я не понимаю такого рода вещи, однако чувствую, что русских окружают и подавляют. Это очень печально. Замороженный арбуз – почему никто не проверяет тонизирующие средства, которые едят американские спортсмены? Что, боишься, дядя Сэм? Подчеркивание каменные подчеркивание учитель подчеркивание любит подчеркивание жизнь. Американские псы не посмели вонзить зубы в русскую сталь, и поэтому в тихомолку проворачивают такие мелкие гадости. Какое бесстыдство! Самая подлая страна в мире и самый подлый Олимпийский комитет. Вы забыли правило эстафеты 4 по 100 метров в этом году, и, зная, что американская команда может легко уронить палочку, изменили зону передачи с 20 до 30 метров. Сохранили свое лицо, да? Вот он, Международный Олимпийский комитет. Любое учреждение, которое контролирует американские политики, совершенно бесстыдно. Я маленькое отставое чудовище, хотя Россия очень нечиста. Такое преднамеренное очевидное нацеливание на политические игры стран вызывает сожаление у тех спортсменов, которые не принимали допинг. В НДАй Тин-7. Конечно, это все было подстроено. Маленький юм, у американских команд пловцов, легкоатлетов и лыжной команды есть группа людей, болеющих астмой. Вот уж действительно слабые телом, но сильные духом. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.